Карачава-Черкесия на телеканале Россия-1. Главные вести республики. Мы работаем в прямом эфире. Здравствуйте. Строителям дорог не стыдно за свою работу. Они расширяют трассы и благораживают населенные пункты Карачава-Черкесии. Наш репортаж из федерального дорожного пресс-тура. 3000 солдат перестали быть без вести пропавшими. Герой нашего сюжета Жанна Хомукова. Она разыскивает воинов. Ей нужна поддержка. Смекалка и эрудиция в борьбе с коррупцией. В Карачаевске молодежь соревновалась в полезном применении федерального законодательства. Приближаемся к полутора миллионам. В Карачава-Черкесии растет туристический поток. Рост за полгода на 12%. Журналисты региональных средств массовой информации Северокавказского федерального округа приняли участие в пресс-туре, организованном Федеральным управлением автомобильных дорог Кавказ. Специалисты управления подробно рассказали об этапах развития сети автодорог в республике и рассказали о ходе работ по реконструкции трех участков, которые позволили не только улучшить качество и пропускную способность дорог, но и благоустроить населенные пункты. Смотрите первый сюжет Мурата Джанкиозова из три цикла реконструкции участков федеральной автодороги. Переносимся в Узжгуту. Первый пункт назначения пресс-тура участок федеральной дороги А155 Черкес-Дамбай, которая проходит по центру Узжгуты длиной 7 326 метров. В настоящее время ведутся работы по уширению дорожного полотна до четырех полос. Трудности связаны с приближением практически вплотную к линии застройки, но, говорят специалисты, другого варианта нет. Ранее была проведена большая разъяснительная работа с населением и органами муниципальной власти. В целом взаимопонимание было достигнуто, поскольку речь идет о реконструкции федеральной трассы, проходящей через город, что в свою очередь значительно улучшит ситуацию с пропускной способностью дороги. Четыре полосы движения. Что это означает? Это значит, что в два раза пропускная способность увеличивается. Если такое происходит, меньше обгонов, меньше торможений, меньше начала движения, значит, более стабильная, более спокойная езда. Еще одна трудность была связана с водоотведением. На этом участке федеральной дороги совместными усилиями дорожников и муниципалитета выход был найден. Мэр города, значит, Кимал Хасанович Байрамуков, значит, глава района Лайпанов, значит, Мурат Алибиевич, они приняли решение, чтобы шесть улиц определить и в шесть улиц сделают лотки, которые перпендикулярны к нашей дороге и которые будут уводить эту воду. Без этого водоотвода реального не будет. Поэтому вот этот вопрос решается в, значит, республике. Я думаю, что он будет решен с водоотводом, тогда будет существенно лучше. Для разграничения встречных потоков автомобилей будет установлено, и это впервые в республике, тросовое заграждение, которое в разы снизит аварийность на дороге. За всеми работами ведется самый пристальный контроль. Особое внимание уделяется соблюдению технологического процесса, в частности, уплотнению асфальтобетона. Коэффициент уплотнения должен быть единица, ну, в самом крайнем случае 0,99 – единица, а то 1,1. Это позволяет, чтобы дорога, значит, работала таким образом, чтобы там не было ни просадок, ни колейности, никаких других вещей. К этому плюс, вот, геосетка, которую мы укладываем, это является еще одним элементом, который, значит, решает проблему, значит, прочности, значит, отсутствия трещин и прочее. Для повышения уровня безопасности дорожного движения проведут 7 километров линий электроосвещения, установят 8 километров пешеходных барьерных ограждений, для пассажиров построят 21 остановку. В городе оставят существующие 4 светофора, только поменяют их на современные модели. А гарантия на дорожное покрытие нового участка федеральной дороги составляет около 8 лет. Мурад Жанхёзов, Расул Берди, Вести Карачаева, Черкесия, Уст-Джигута. Как сегодня сообщила пресс-служба МВД отделом МВД по городу Черкесску, по факту проведения накануне в республиканском центре, несанкционированного митинга возбуждено административное производство, предусмотренное статьей 20.2 Кодекса административного правонарушения России. В ходе расследования будут установлены и привлечены к ответственности лица, организовавшие несанкционированное мероприятие. Перед началом и во время проведения мероприятия его участники, депутаты Госдумы от КПРФ, были официально предупреждены, что митинг несанкционирован и о том, что участие в нем является нарушением закона. «Я не смогла пройти мимо» – слова неравнодушного человека, который вот уже более 10 лет находит имена погибших и без вести пропавших людей в Великой Отечественной войне. За это время Жанна Хомукова смогла найти фамилии более 3000 солдат родом из Карачаева-Черкесии, которые считались пропавшими, а родные даже не знали места их захоронения. Но один в поле не воин, поэтому Жанна обращается к жителям родной республики, призывая их присоединиться к ее работе. В этот раз она посетила легендарный аул Беслине и провела беседу с ее жителями. Фатима Даурова подробнее. «Даже если одну минуту воевал этот солдат и погиб, он остался на этой войне, и мы не имеем права кого-либо забывать». Искала одних и находила других. В первое свое посещение сайта ОБД Мемориал, в котором на данный момент содержится почти 17 миллионов цифровых копий документов о безвозвратных потерях и 20 миллионов именных записей о потерях Красной Армии в Великой Отечественной войне, Жанна Хомукова пыталась найти данные о своем родном дедушке и его братьях. В поисковике параллельно вышли имена нескольких людей родом с Карачаева, Черкесии. Увидев знакомые фамилии, Жанна стала собирать данные о них. Так началась кропотливая поисковая работа, которая продолжается и по сей день. «Сталкиваясь с феноменальными архивными данными, неважно какой национальности, я просто не смогла пройти мимо. И сохраняя разными папками – кабардинцев отдельно, адыгейцев, карачаевцев, абазин-черкесов – и вот так вот пошла эта работа». Банк данных ежегодно пополняется новыми записями. Жанна ищет по всем параметрам поисковика. Благодаря особенностям произношения кавказских фамилий они зачастую встречаются в искаженном варианте. Это затрудняет поиски. Но настойчивость ищущего сильнее затертых документов, неправильных записей, сделанных в торопях огрызком карандаша в полевых условиях. Кропотливая обработка данных даёт свои результаты. «Эмоции были в самом начале, особенно когда доступны были архивные данные военнопленных. Вот это было очень тяжело. Сказать, что к этому привыкаешь, потому что каждый вновь найденный без вести пропавший солдат, он, я даже могу сказать так, что проходит через меня. Потому что не удивиться этим феноменальным архивным данным невозможно». Благодаря Жанне Хомуковой родные и близкие многих людей смогли нанести на памятники новые имена погибших солдат. Удалось восстановить историческую справедливость, установить судьбу безымянных погибших. «У меня такое ощущение, как будто бы Всевышний на неё какая-то миссия возложена, и она вот этим занимается. Это работа такая-то, просто это не её работа даже. У неё совершенно другая отрасль, её деятельность, совершенно другая профессия. Но она вот как-то вот вовлеклась в это, и у неё такое ощущение, когда я даже спросила Жанну, почему ты этим занимаешься, она мне сказала, я когда смотрю на эти документы, когда я вижу лица вот этих маленьких ребят молодых, у меня такое ощущение, как будто они меня просят, Жанна, ты нашла нас, скажи о нас нашим родным. И я, говорит, не могу из этого выйти». Сейчас Жанна призывает людей присоединиться к её работе, помочь ей собрать как можно больше данных, которые позволят найти ещё больше людей. Каждый солдат заслуживает, чтобы о нём помнили и знали, где он похоронен. В ауле Учкулан я видела, как проходил сход, куда мы случайно пришли, и рассказали, с какой целью мы туда пришли. Все вопросы они отнесли на второй план и занимались только тем, что каждый из тех, кто находился на сходе, он в нашем списке искал своих родных. И там такие были эмоции, настолько это невозможно просто передать. И то, что Жанна делает, я считаю, это очень большое дело, это великое дело. Я бы хотела призвать всех, кто соприкасается с этой девушкой, вот с этой удивительно молодой женщиной, чтобы они все ей помогли, потому что она делает очень великое дело. Весь собранный материал будет внесён в книгу памяти, которую планирует написать Жанна Хомукова. Человек, который воскресил имена вычеркнутых из истории и восстановил память о них. Фатима Дорова, Мухаммед Дашибоков. Вести. Карачаево-Черкесия. Хаббисский район. Далее прогноз погоды. После мы продолжим вести. Расскажем о том, как карачаевские с помощью смекалки учат бороться с коррупцией. Расскажем о том, как карачаевский район. Сроки акции, количество товара, подробности и порядок проведения уточняйте у продавцов в галерее мебели. По сообщению синоптиков, завтра в Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь с грозой. Во второй половине дня в отдельных районах сильный дождь с градом. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы до 17. Температура воздуха ночью плюс 18. Днём до 28 градусов тепла. В горах ночью плюс 6, плюс 11 градусов. Днём воздух прогреется до плюс 22. Черкесский кратковременный дождь. Гроза. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью будет плюс 15, плюс 17 градусов. Днём столбик термометра поднимется до отметки плюс 28. Это главная вести республики. Мы работаем в прямом эфире. Молодежь против коррупции. Под таким символичным девизом в Карачаевске прошла первая квест-игра на знания норм и требования российского законодательства. В ходе активных интеллектуально-познавательных игр детские команды из шести школ города с помощью смекалки и эрудиции осваивали знания о российском законодательстве. Ахмад Халкечев расскажет подробнее. В квесте участвуют ученики 10-х и 11-х классов. В каждой из шести команд выставленных от разных общеобразовательных школ Карачаевска по пять ребят. Командам для победы необходимо заработать наибольшее количество баллов, пройдя шесть тематических станций. Точки с вопросами и заданиями квеста расположились в мэрии, налоговой, межмуниципальном отделе внутренних дел, суде и в офисе многофункционального центра Карачаевского района. Продолжите предложение. Закон это... Закон это нормативный акт, установленный государством, который должны соблюдать все граждане страны. Правильно. Помимо вопросов и ответов, дети с неподдельным интересом вовлеклись и в различные задания интеллектуально активных состязаний. На время собирали пазлы, рисовали пропагандистский плакат на антикоррупционную тематику, выполняли физические упражнения. Уровень правовых знаний школьников хоть и оценили не на отлично, но отметили как хороший. Они молодцы быстро реагируют, они на все отвечают, в принципе, на... Не скажу, что на пять баллов, но на железное на четыре балла. Вот это все. Я буду обетворен действительно. Просто умницы. Молодцы. То есть в перспективе у вас с кадрами проблем не будет? Не будет. Я думаю, что мы будем. Надеемся на это. Руководитель Карачаева-Черкисского отделения общественной организации «Центр противодействия коррупции» в органах госвластии Шамиль Чумаев поведал, что целью данного мероприятия является повышение уровня правовых знаний школьной молодежи и привитие им антикоррупционных навыков. Я считаю, если молодежь будет ориентироваться в этом вопросе, где хорошо, где плохо, и знать свои права, знать законы Российской Федерации, то я считаю, мы достигнем очень хороших результатов и надеемся, что в будущем будет все гораздо лучше. По анализу материалов, полученных посредством увлекательнейшей игры и выявлению слабых моментов правовой грамотности у современных школьников, организаторы-общественники планируют проведение обучающих семинаров во всех муниципалитетах республики. А еще общественники подчеркивают, что молодежь должна не только знать свои права, но еще в случае необходимости уметь их грамотно защищать и отстаивать. После подведения итогов призовые места распорялись следующим образом. На первом месте команда «Поющие в Терновнике» от пятой школы. На втором учащиеся шоссе номер три в составе команды с не менее поэтичным названием «Народная воля». И замыкают призовую тройку участники команды «Алые паруса» четвертой гимназии. Ахмат Халкевичев, Расул Бердеев, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск. Около 750 тысяч человек побывали в Карачаево-Черкесии с января по июнь 2019 года. Это на 12% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Излюбленным местом тысяч отдыхающих остаются курорты Дамбай, Архы, Смедоводопады и Пхия. Турпоток растет в связи со строительством гостиничной и горнолыжной инфраструктуры, открытием новых автомобильных дорог. Привлекают туристов, по их словам, красиво, природа, чистый горный воздух, блюда, национальная кухня, а также различные фестивали и конкурсы. Играя свою роль также участие Карачаева-Черкесии в международных туристических выставках. Таким был этот день в Карачаево-Черкесии. А прямо сейчас на телеканале «Россия-1» продолжение сериала «Гражданин никто». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова